друзья в каркасе юрты есть элементы гнутые и этот момент очень интересный давайте об этом поговорим перед нами юрта кыргызская это юрта тюркского типа я сейчас покажу почему в юрте гнут изготавливая каркас юрты и зачем это делают пойдем вот этот элемент называется кире гель я пользуюсь казахской терминологии и эти элементы гнутые вот эти элементы называется уук и они гнутые вот этот элемент называется шанырак и там элементы гнутые можно сказать здесь все гнутая и сейчас я вам очень просто это объясню вот возьмем кастрюлю которая имитирует каркас юрты до окончания стены и перехода на купол это кереге канаты стены вот мы имитируем теперь я взял проволоку алюминиевую так и сейчас вам на примере покажу если мы хотим построить вот такое жилище и используем дерево то варианты у нас такие если мы будем набирать элементы вертикально чтобы построить такое круглое жилище по наши элементы дерева будут вот такие прямые откладываем в стороночку если мы захотим построить из элементов которые мы будем набирать вот так то начинаю загибать еще немножко нам понадобятся нам понадобятся вот такие элементы и мы будем набирать ими эту стену как мы будем здесь крепить это вторично можем крепить через кожаные гвоздики через шурупы через веревки это вторично теперь напомню если мы набираем вот так он выглядит вот так лукообразно друзья в нашей юрте вот эти элементы кереге под 45 градусов вот здесь не так видно вот здесь хорошо видно вот это квадрат вот это квадрат если вы заходите в юрту и здесь ромб юрта собрана неправильно я сомневаюсь что мастер ошибся но вот это должен быть квадрат то есть надо чуть будет если вот такой ромб чуть вниз а если вот такой ромб чуть вверх то есть задумка мастера должна быть такая что вот это будет квадрат соответственно если это квадрат то вот это 45 градусов наклон теперь идем сюда и вот у нас два элемента уже готовых берем и загибаем под 45 градусов друзья вот я загнул под 45 градусов убрал сторону приложил еще раз вот даже вот здесь вот еще чуть-чуть да вот этот элемент под 45 градусов огибает этот элемент вот там здесь мы этого не видим но сейчас друзья вот здесь я показываю что если мы набираем вертикально то вот такой элемент если мы набираем горизонтально такой а наш элемент посередине назовем прямой элемент лукообразный и полу лукообразный вот этот элемент который мы видим мы не замечаем кривизну изогнут вот таким образом чем меньше юрта тем больше будет загиб на сегодня есть производители которые делают юрта подобные изделия и они вместо гнуть я берут просто рейки прямые просто прямые рейки чем это заканчивается сейчас я вам покажу на доске вот смотрите вот наша юрта вот грубо зашивёт так глядя на юрту это мы говорим про каркас если юрта правильная то вот эта стена вертикальная вертикальная в конечном счете все в юрте в каркасе в жизни юрта связано с выживаемостью только прямая стена обеспечивают такие параметры которые отвечают за выживаемость если мы берем все секундочку вместо вот этого элемента вот такой то у нас не сойдется и вы увидите юрту с такими боками и чем меньше размер тем этот эффект будет больше друзья те делают юртоподобные изделия не гнут юрта получается нет это не юрта это юртоподобные изделия получается вот с такой геометрией друзья мы разобрали этот самый самый трудно понимаемый вопрос так дальше если говорить о луках то монгольском типе идут прямые так и в этом нет ничего плохого они опускают крышу вот ролик почему наклон купола разный так и у них будет два столба при больших юртах 4 столба и физика тут прекрасная в монгольской юрте нет этого загиба в тюркской юрте есть этот изгиб этот элемент надо гнуть в этом ролике почему наклон купола разный я объясняю что на территории россии везде нужно использовать только юрту тюркского типа соответственно в юрте на территории россии вот этот элемент должен быть гнутый если вы встретите прямые то скорее с большей вероятностью это будут современные юрты это будет юртоподобное изделие вот этот самый главный элемент шанрак тоже имеет вот это кольцо гнутая очень непростая технология вот ролик как изготавливают шанрак юрты а мы договорились что на территории россии живет только юрта тюркского типа значит шанрак будет гнутый в монголии позволяют себе не гнуть но у нас она будет жить в климате для которого она не предназначена поэтому в россии вы встретите шанрак с гнутым ободом и сгнутыми поперечинами гнутые нужны чтобы сделать выпучку и осадки которые будут стекали вам не сюда вон туда друзья в юрте тюркского типа все элементы гнутые и мы разобрали как гнут с каким радиусом и почему и зачем друзья до встречи на канале